Теперь к Армении, с вашего позволения, 9 ноября в МИД страны в привязке к проекту «Перекресток мира» заявили, что Республика Армения никогда ни в каком документе не соглашалась на какие-либо ограничения своего суверенитета. И ни на каком из отрезков ее суверенной территории не может быть установлен контроль третьей стороны. Вот как бы вы в этом контексте прокомментировали материалы СМИ, где Россия обвиняет в давлении на Армении в целях реализации Зангерзурского коридора? Ой, давайте прям комплексно ответим на этот вопрос, потому что, честно говоря, эти инсинуации, они просто надоели. Первое. Мы не используем термин «Зангерзурский коридор». Применительно к этой части региона мы говорим о маршрутах, проходящих из Азербайджана в Нахичевань через Сюникскую область Армении. Второе. Россия, я просто даже не представляю, о чем они говорят, когда используют слово «давление» на кого, кто давит. Я не могу понять. Возможно, какие-то у них есть факты, пусть тогда предоставят. Мы выступаем не за создание какого-то одного конкретного маршрута, а за полное разблокирование экономических и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. И выступаем за то, чтобы это происходило на транспарентах, взаимовыгодных условиях. Это же не только слова. Это работа. И именно такая работа в интересах как Армении, так и Азербайджана, так и их соседей ведется в рамках трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров. Разве об этом не знают в Ереване? Прекрасно знают. Разве когда-то работа в рамках этой группы вызывала нарекания? Никогда. Почему? Потому что она равноправная. Третье. В трехсторонней рабочей группе было достигнуто твердое понимание, что страны должны обладать суверенитетом и юрисдикцией над маршрутами, проходящими по их территории. Никогда не шло речи о создании каких-либо экстерриториальных коридоров. И это также хорошо известно армянской стороне. И четвертое. Трехсторонняя рабочая группа ведет свою деятельность на основе договоренностей лидеров России, Азербайджана, Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года. Что же там зафиксировано? Там четко сказано о роли пограничной службы ФСБ России по контролю над транспортным сообщением между Азербайджаном и Нахичеванью. А именно об этом в деталях и говорилось на брифинге. Все это не является никакой новостью для официального Еревана. Тем более удивительна бурная реакция МИД Армении на наши предыдущие комментарии по данной теме. Я хотела бы напомнить, что российские пограничники уже много лет успешно охраняют границы Армении с Ираном, Турцией в соответствии с двусторонними договоренностями. И еще, это тоже очень важно, то о чем, к сожалению, Ереван молчит. Процесс разблокирования коммуникаций, запущенной лидерами трех стран в январе 2021 года, до сих пор так и не доведен до конца. На протяжении этих лет мы несколько раз вплотную подходили к принятию пакета взаимовыгодных решений, решений, которые бы дали возможность и Армении, и Азербайджану пользоваться дорожной инфраструктурой друг друга. Таким образом, был бы сделан огромный шаг вперед к общему оздоровлению арменно-азербайджанских отношений и стабилизации ситуации на Южном Кавказе в целом. Но этот шанс был неоднократно упущен. В очередной раз в этом году, когда по итогам трехстороннего саммита 25 мая в Москве лидерами было поручено трехсторонней рабочей группе завершить работу по согласованию технических вопросов разблокирования. Неделей позже, 2 июня на 12 заседании трехсторонней рабочей группы, был зафиксирован существенный прогресс в переговорах. В частности, было достигнуто общее понимание относительно восстановления и организации железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном.